Несмотря на попытки синоптиков предсказать погоду, природа остается непредсказуемой, особенно весной. Непредсказуемо поступили и мы в это время года, пригласив детей стать ведущими прогноза погоды. Многих на участие в кастинге подвигли родители. Предложила я, волновалась больше всех я, потому что это ответственное мероприятие для нас, работа со сложным текстом. Там такой сложный текст был, даже я не могла с первого раза прочитать, не то что ребенок. Можно заново? 16 марта по народному календарю. Евтопопий. Евтропий путь тропит и снег топит. Для некоторых родителей это было сюрпризом. Заявку на Яну Джалалову оформила подруга семьи. Мне написала тетя Катя, что не хочешь ли ты попробовать себя в роли ведущей. Я сказала, да, конечно. Яна попробовала и прошла дальше, поставив перед фактом маму, что теперь из Домодедова ей придется возить ребенка на телестудию города Видное. Но та нисколько не расстроилась. Все очень замечательно, нам все понравилось. Мы наоборот сейчас расстроились, что все закончилось так быстро. Время действительно пролетело незаметно. Сегодня, подводя итоги, мы благодарим всех родителей, которые бросали свои дела и приводили детей на запись строго к назначенному времени. Под ваш график нам было несложно подстраиваться. Мы очень старались. И наш сын Алексей, он тоже очень старался и радовался. Наоборот, говорил, что почему так долго не звонят, я хочу еще. И радовался, когда вы звонили. И мы старались и вместе с ним репетировали прогноз погоды. Отталкиваясь от шутки, мы каждый день ждем прогноза погоды для того, чтобы убедиться, что он не совпадает с погодой за окном. Мы не придерживались точных метеорологических цифр, а предложили ребятам тексты, основанные на народных приметах. И для них там оказалось много заковыристых слов. Трудно, но в то же время очень хорошо. Основная трудность в том, что вот очень читать, вот надо каждое слово по-разному, вот читать надо уметь. Дети очень ждали каждого звонка от вас. И где-то 2-3 дня читали текст, читали медленно, потом быстрее, старались заучивать, чтобы не было потом на эфире никаких накладок, старались вас не подвести. Ну, я считаю, все тексты понимал, но я и спрашивала у родителей своих. Очень много раз перечитывала текст, пыталась вникаться в него, что там вообще, о чем там происходит речь, учила его, как-то подбирала какие-то жесты, чтобы, ну, не просто так ставить, а как-то, чтобы заинтересовать. И зрители заинтересовались. Мы получили много добрых откликов о работе юных ведущих. Если бы им ставили оценки, то у нас были бы только хорошисты и отличники. Поэтому было принято решение провести для ребят выпускной вечер. А помог нам в этом психолого-педагогический центр развития детей и их родителей «Солнечный путь». Здесь им предложили заняться креативным дизайном и живописью. Провели с ребятами песочную терапию. В песочной терапии ребенок раскрывается гораздо больше и лучше, потому что мы переходим от персоналей к персонажам. Он рассказывает уже не о том, как его кто-то поругал или его кто-то обидел, а какая-то фигурка, игрушка, которая вроде как бы что-то чувствует. Изюминкой вечера стали занятия с собакой Эрикой, породы «Золотой ретривер». Поползли, поползли, поползли. А давай сейчас скажем всем, чтобы все могли погладить. Погладили, погладили, погладили. Прогноз погоды сезона «Весна-2016» завершен. Готовы ли мы повторить этот проект в другие сезоны, пока не решено. Но с ведущими этого выпуска прощаться навсегда не хочется. Может и стоит задуматься над возрождением молодежной студии «Наше время». Но это перспективы осени. А пока лето и каникулы. Елена Бабина, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Елена Бабина, Евгений Петров, Екатерина Чернышева.